МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос национальной безопасности в эфире Черноморской телерадиокомпании и Центр журналистских расследований приветствует вас вместе с нашими новыми гостями. Я рада приветствовать в нашей студии моих коллег. Во-первых, Алексея Никифорова, известного всем, по-моему, телезрителям Украины как заместителя командира легендарных керченских морпехов. Я бы сказал, как человека, который поставил на место министра обороны. Это мы потом по ходу, да. А также Романа Бачкалу, человека еще более известного, особенно, начиная с этих минут, перед ним стоит вчерашний приз «Телетриумф». Лучший репортер Украины Роман Бачкала, один из самых именитых украинских военных журналистов, репортеров, представляющих телеканал «Интер» и общественную организацию «Стоп коррупции». Также принимают участие в нашей программе. Будем мы говорить сегодня о делах военных, будем говорить о судьбе наших крымских военнослужащих, которые вышли на материк, как они служат сегодня. Мы с Алексеем сегодня презентуем новую рубрику, которая, я надеюсь, перерастет в самостоятельный телевизионный проект. И я надеюсь, что нам еще повезет, и у нас останется время для того, чтобы серьезно поговорить о делах военных в Сирии, откуда буквально позавчера вернулся Роман, и о том, какая судьба сложилась у тех украинских военнослужащих, которые предали родину, нарушили присягу, пошли служить в российскую армию и теперь погибают там. И также, я надеюсь, что мы начнем сейчас прямо с самой интересной темы. Роман Бачкала только что вышел из администрации президента, где президент Петр Порошенко встречался с журналистами, блогерами. И вообще, я так понимаю, была встреча офф-рекордс, да? Да. И я думаю, что по ходу мы будем и оттуда узнавать новости, которые озвучали на этой встрече. И надеюсь, вам разрешили их озвучивать. Без прямых цитат, ссылок на президента, но какие-то вещи оговаривались, о чем можно будет говорить, о чем нельзя. Итак, Алексей, первым словом вам. Все-таки давайте, наверное, мы подытожим. Недавно был у нас большой праздник. Очень многие крымчане его посетили также. День морской пехоты. Правда, я так и не поняла, почему он отмечается в этот день. Перелопатила всю Википедию. Не нашла никаких исторических данных. Ну, просто вот решил, 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 тогда исполняющий обязанности президента Турчина на этот день назначить, да, ноябрьский. И почему-то назначил. Может, вы расскажете, почему? Нет. Просто день морской пехоты означался 16 ноября, потому что это исторически был подписан указ Петра еще первого, о том, чтобы создать полки, ну, тогда они назывались не морской пехоты, но которые занимались абордажной ротой, которые должны были там захватывать Крымли и так далее. И это как бы вот было... Очень интересно. Предыгнется. Но! И вроде можно сказать, что вот почему, где мы, где Петр Первый, но тогда еще очень было, очень во флоте, и у Петра Первого очень много было украинцев, очень было, которые... Потому что традиции морские. Украинцев были очень-очень сильны, да, то есть вспоминая еще Сагайдачного, который... Гетельмана Сагайдачного, чайки, которые там ходили по Черному морю и так далее. Первый самый морской пехотинец, можно сказать, это Гетельмана Сагайдачного. Вот поэтому даже... Может быть, он тоже какие-то полки подписывал? Ну, вот, 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 таких-то там письменных там доказательств, такого нет, да. Поэтому вот исторически так сложилось, что больше всего... Я предлагаю посмотреть буквально пару минут, как морские пехотинцы крымские и украинские отмечали этот день. Несколько минут нам покажут, вспомним праздничные дни. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Жодної хвилини не шкодували і не шкодуєли. Ми патріоти. Ми морпіхи, це стан душі, покликання. По-другому ніяк. З деякими товаришами спілкуємося, які не поміняли свій паспорт на російський. З деякими кримськими татарами спілкуємося, підтримуємо зв'язок з Сімферополя, з Керчі. Будемо до останньої капли крові. Ніхто позиції не збирається здати, навіть якщо прийде команда відступити, ми не відступимо від своїх позицій. Такої команди не повинно поступати. Хватить. Уже Крим показав. І так я понимаю, це оба були керченські морські пехотинці. Так що у вас можуть бути шефи там. Да, у нас виходило два батальйона. То есть, первый феодосійський батальйон морської пехоти і 501 наш, який базувався в Керчі. У мене було, со мною виходило 64 чоловіка. Несколько чоловік все-таки вернулись, потім уволились з зрунних сил і вернулись в Крим. У мене точно два. На той момент, коли я ще був, ну, двоє офіцеров, які вернулись в Крим, уволившись здесь з зборівних сил України. А все остальные служат в этом батальйоне. Слава Богу, що батальйон сохранили як боєву единицю. Этот батальйон, більше того, розширили. Он по штату войны. І зараз виконують наше боєвое завдання, скажімо так. Але феодосійський батальйон був в Николаївській області. Да, діло в тому, що їх всіх виводили в Николаїв. І там було базування. І вже з перевалінської бригади создали, у нас вже бригада морської пехоти, плюс ще наші два батальйона, які вийшли з Крима. І один создали, ще третій батальйон, і буде вже базуватися. Уже з боєвими знам'ями, да? Да. Самое главное, що ми получили боєвое знам'я. Единственное, що ще хотілося б, щоб все-таки точно ми указали нам наше місто назначення. Бо що в Николаївській, це маловато місто для всіх. Тому я думаю, що со временем однозначно покажуть нам наше місто, де ми будемо наш пункт по стилі дислокации. А варіанты які? Я думаю, що це буде на Азовському морі. Я тільки хотів сказати, що в районі Мариуполя вас явно не хватає. Так вони щас, про суті, на це направлення і стоять. Просто, Валю, ти розумієш, що морські пехотинці їздять в Мариуполь в командировку. В командировку. Ну, то є... Мені це непонятно. Мені це непонятно. Мені це не зрозуміє у нас, да. Давайте, щас на данний момент вони там виконують боєві завдання. А то, що як буде, це все посмотрят. У нас идет реорганізація, идет реструктуризація збройних сил, генерального штаба. І все випадок буде реформування військово-морських сил тому. І місто нам точно... Я думаю, пока наші борські сили будуть реформуватися, вже треба буде возвращатися в Керчі-Феодосії. Я не можу судити. Давайте, потому що... Судити я можу только себе і своїх подчиненних. А в высшестоящее начальство, там, ми не знаємо, якби, все оцінки. То есть, ми не знаємо всіх выходних даних о тому, щоб можна робити якісь там оцінки. Може, у них щось не получается. Може, причини, почему до сих пор у нас нету міста постійної дислокации, я пока відповідати не можу. Але то, що воно буде, я думаю, однозначно. Роман, які мисли по цьому поводу? У мене по поводу морської пехоти, мене сложно судити. Я можу единственное сказати, що... Произошел такий определенний отсев, да, благодаря, або вопреки, ну, благодаря, може, в кавачках, ну, произошло, що произошло, да. І вот те, хто вышли, да, те ребята, які остались верними присяге, наверное, тепер на них можна положиться. І хотіло б, мені б, щоб як-то все-таки було, ну, що ли, більше, щоб їх слухали, щоб ті ініціативи, які вони пропонували, щоб це не гибло, як обычно це в армії происходит, да, що, якби, низи толкають, верхи де-то не можуть і так далі. Тому що я знаю і Дилетицького, Дмитрия, да, і тебе, Алеш, і других ребят, які, і старший, і младший офицерський состав, да, дуже багато інтересних ідеї, дуже багато цінних пропонувань. Але я поки не вижу, щоб в генеральному штабі все це настільки ж адекватно і своевременно воспринималось і реализовувалось. Ну, я понимаю, тебе, як чеку кадровому военному, можна не з роки це комментирувати, але, якби, вот, таке со сторони... Дело в тому, що независимо, не просто в генеральному штабі, а у нас в цьому обществі... Были ситуації, Валю, і ти, кстати, в цьому участвував, я ребятам собирав деньги на машину, і, кстати говоря, в цьому є і твоя лепта, да, але просто, коли звонить Дилетицький, да, все-таки, ну, якби, командир бригады, да, і говорить, слухай, ну, мені, як волонтеру, ну, срочно нужна машина, микроавтобус, ну, ёлки-палки, ну, уж этим-то ребятам, ну, как-то, ну, можно было бы помочь микроавтобусу. А мне кажется, что эта тема может сдвинуться быстрее с мертвой точки, если вообще о наших ребятах военных, и в том числе морских пехотинцах, будут больше знать и больше говорить, в том числе и в средствах массовой информации. И, опять же, вкладывая маленькую лепту в это дело, мы решили, и, честно скажу, несколько месяцев пробивали добро Министерстве обороны, но, тем не менее, я, мы сегодня с Алексеем презентуем новую рубрику, которая будет выходить в нашей программе, с тем, чтобы очень скоро, я думаю, с Нового года превратиться в отдельную телепрограмму, которая будет посвящена тем крымским военным, которые вышли на материк и остались верными присяге. Круто! Итак, зачем нужна такая программа, зачем нужна такая рубрика? Алексей, вам слово. Ну, самое главное, что сейчас в мире, где очень много у нас негатива в информационном поле, очень хочется показать за своих ребят именно положительные стороны, позитивные, в том, что как бы там ни было, какие бы трудности ни были сейчас в сбройных силах, а лишь в сбройные силы состоялись, в войне развиваются, и висковые морские силы в том числе. Поэтому и этот процесс нужно показывать, потому что если мы все-таки показываем какой-то негатив, особенно когда мы пробуем свои, пробовать какие-то там экспертные оценки давать, особенно людям, которые не эксперты, и вопрос высшего киринеза, тогда мы просто играем на руку врагу. То есть нам нужно наоборот показывать, что как бы вот именно положительные моменты, которые происходят у нас в мире, они у нас есть. И у нас есть положительные герои, у нас есть положительные люди, которых действительно нужно показывать, которых нужно оценивать и так далее. Поэтому я думаю, когда мы будем показывать наших ребят, которые вышли из Крыма, которые своим поведением и своим показывают и сейчас в Ивконе за дыря боевые, я думаю, что это будет только плюс, и не только в морской пехоте, в сбройных силах, да и в суспельцу нашему. Да, конечно, тем более, что тут нужно говорить не только о присяге, которые остались верными военнослужащими вооруженных сил Украины, то же самое можно говорить и о тех, кто давал присягу. Кто всех, кто в погонах, скажем так, это и сотрудники СБО, которых очень мало вышло, это и сотрудники МВД, тем не менее, есть такие и прокурорские сотрудники. Я думаю, что это будет несколько циклов, поэтому настраиваемся на такую работу серьезную и приглашаем всех наших телезрителей присылать нам интересные истории, знакомить нас с интересными людьми, сообщать нам о тех проблемах, которыми сталкиваются крымские военнослужащие. И также мы будем приглашать экспертов для того, чтобы говорить о развитии и военно-морских сил Украины, и вооруженных сил Украины в целом. Потому что реформа, которая происходит, она все-таки должна быть не только с нашей помощью, но и с нашей общественной, я про себя пишу, общественным контролем все-таки. Роман, говорилось что-то подобное на встрече с президентом относительно реформирования вооруженных сил? Потому что блогеры, я так понимаю, тех, которых он приглашает время от времени к себе на встречи, это в основном блогеры, которые работают из зоны АТО, да? В том числе, в том числе, и президент, я думаю, почему решил собрать блогеров, хотя это были не только, не сугубо блогеры, наверное, у нас и волонтеры есть блогеры, и журналисты есть блогеры, и военные у нас есть блогеры, поэтому здесь такое слово блогеры достаточно универсальное. Я бы сказал так, были собраны люди, которые формируют общественное мнение посредством социальных сетей, а это очень важно сейчас, да, потому что у нас в Фейсбуке назначают министров, увольняют министров и так далее. Вот, к сожалению, некоторые министры только там и работают. Есть и такие, да, истории. Шла речь о реформировании армии, в частности, очень такая жаркая дискуссия была по поводу сил специальных операций, все знают о том конфликте, который сейчас в публичной плоскости. Позиция президента, что эта история не должна быть публичной, по той причине, и я здесь с ним абсолютно согласен. Да, есть проблема, но мы не можем... Нет, но извините меня, когда у нас публикуют фотографии, на которых весь командный состав СССР, что тогда спрашивать с блогеров? Ну, здесь, об этой ситуации тоже речь шла, президент в курсе этой ситуации, выводы сделаны, я думаю, те, кто допустил это, получили по шапке, вот, может быть, и не только по шапке, вот. Но позиция такая, что все-таки СССР у нас будут создаваться, и... И им будет руководить? Ну, вот, вот этот вопрос звучал, но ответа не было получено, вот. Я думаю, что это правильно, я думаю, что это правильно. Я так понял, что это будет не кривонос. Но кривонос при этом останется в структуре, в строю, так сказать, да, вот, но, наверное, на другой позиции. Хорошо, если говорить о других темах, которые звучали... Вы знаете, вот, ты знаешь, Вальдор, что... Из того, что касается развития вооруженных сил Украины, может быть, что-то по поводу... По поводу вооруженных сил, ну, в целом, речь шла, ну, если говорить о вооруженных силах, звучали вопросы вот по поводу отведения нашего тяжелого вооружения в зоне АТО, и вообще, как, что дальше будет в АТО, собственно, есть у нас еще АТО, или уже у нас нет АТО, или, ну, вообще, есть у нас война, нет у нас войны. Есть у нас минские соглашения, уже нет минских соглашений. Да, значит, ну, это, да, отдельный вопрос по поводу минских соглашений. Я не могу говорить за президента, но то, что я услышал, я понял, что рано пока ставить точку, и в случае чего тяжелое вооружение будет очень быстро возвращено на те позиции, где... То есть никто не расслабляется, никто не говорит, что все, мир, дружба, жвачка, да, вот, но все-таки есть стремление к тому, чтобы на той, на оккупированной территории состоялись выборы. Понятно, что это, наверное, произойдет не завтра, не в этом году, может быть, даже и не в следующем. Вот, но, конечно, в состоянии, ну, скажем, открытого военного конфликта это невозможно. Вот, что касается вот конкретно военно-морских сил, то, к сожалению, эта тема не поднималась. Но вот что мне понравилось, что характерно, звучало много вопросов о Крыме. То есть вот Крым, это не какая-то такая перевернутая страница и для президента, и вообще для власти. А можно услышать ответы на эти вопросы? Вот. Не, ну... В пересказе, я понимаю, да. Ну, по поводу того, что сейчас происходит. Что ты услышал? Я услышал, что торговая блокада будет продолжена. Электрическая, не факт. Вот, возможно, уже в ближайшее время начнется восстановление утраченного электросоопия. Как? Уже же сказали, им не надо. Ну, посмотрим, посмотрим. Считайте, что я сделал свои ставки из того, что я услышал. А остальное? Остальное достаточно расплывчато, то, что касается стратегии возвращения. Но если говорить об этапах, первый этап – это Донецк. Вам опять рассказывали про то, что это случится, когда Украина станет богатой и замужной? Крым придет и стучится, мама, я вернулся. Понятно. Это правда. Понятно. В качестве, скажем так, недостатков, негатива звучало то, что утрачены коммуникации с теми крымчанами, которые остались там, но которые в сердце остались украинцами. Может быть, даже кто-то из них с российскими паспортами сейчас, в силу каких-то причин. А усвязь? Нет, ну это такое дело, я лично сама советовала, потому что это вопрос выживаемости. Просто вопрос тогда возникает, возвращение чего, территории? Пережить можно. Вопрос возникает, возвращение чего, возвращение территории Крыма или возвращение Крыма с его населением? Вопрос непростой. Право нарушено было, оно должно быть восстановлено. Все, с людьми мы разберемся, я думаю. Я думаю. Тем более, очень многие сегодня там, в оккупированном полуострове проходят сейчас переоценку ценностей. Вот об этом ты речь и шла. И то, что звучало, здесь не стреляют, в отличие от Донбасса, да, и военные, которые, украинские, которые пошли служить в российскую армию, нарушив украинскую присягу, говорили о том, что вот мы не воюем, зато вот у нас большие зарплаты. Потом оказалось, что в России стреляют, даже если это в Сирии. И последние недели генштаб российский и вообще руководство Минобороны Российской Федерации не афиширует эти данные. Мы узнаем о количестве погибших, скажем так, из соцсетей. Опять же, люди делятся тем, что привезли просто напразок груз 200 в Севастополь или в Феодосию. И украинская разведка уже дважды сообщала о том, что в начале... Разведка, которая узнает новости из соцсетей? Почему нет? Это тоже один из методов сбора открытой информации. В октябре месяце было доставлено в Севастополь тела 26 военных. Ну, понятно, что это бывшие, скорее всего, украинские, может и не только, да. Очень простая история. Фамилии здесь не знаем. Одну фамилию мы точно наверняка знаем. И мне в генштабе украинском подтвердили, что это так. Это Владимир Жук, который достаточно известным был руководителем центра. Очень модного тогда он проходил обучение антитеррористическое, антипиратское. Шли операции, да, и он руководил в Севастополе центром антипиратских операций. И вот, по данным украинской разведки, он погиб. Тоже вот в ноябре уже месяце пошла информация. И буквально вчера, да, или сегодня, информация о том, что еще 10 человек, 10 человек тела погибших в Новофедоровку и Феодосию были доставлены. Вот, и что это четверо военнослужащих летного инженерного состава и 10 морских пехотинцев Черноморского флота. Небольшая ремарка вот по поводу крымчан, участвующих вот в операции в Сирии, да, российской. Я просто сам из Джанкоя родом, да. Вот, привет, Джанкоя, если ты меня слышишь и видишь. Слышит и видит. Да, так вот, в Джанкоя находится военный аэродром крупный, вот. Он всегда находился, скажем так. Ну, он находился, но вот с момента аннексии, да, оккупации, он очень ожил бурной жизнью, да. Там развернут был вертолетный полк, вот, значит, зажужжали снова и Лы-76-е и так далее. Так вот, с момента начала операции в Сирии этот гул пропал. Самолеты улетели в Сирию. Вертолеты улетели, вот. Поэтому, вот, каким-то образом даже Джанкои участвуют в российской операции в Сирии. И я допускаю, что, возможно, какие-то мои земляки, вот, Джанкоицы, вот, где-то сейчас там, в далекой Латакии, борются, в кавычках, с ИГИЛ. Ну, вот, прозвучало, что 810-я бригада морской пехоты, это в Севастополе она базовалась, а в Феодосии, там, где был наш батальон феодосийский, теперь там он линейный батальон от этой 810-й бригады. И очень много моих бойцов, вместе с командиром, с бывшим, они вот там же несут службу, то есть вот в этом Феодосии, в феодосийском линейном батальоне от 810-й бригады. Если в Феодосию пришло 10 человек, то вполне возможно, что кто-то из наших, из моих кричан, или там феодосийцев, потому что это там сборный, там, вот, или он очень может быть, что, как бы, там есть погибший. Очень хотелось бы увидеть фамилии, и не хотелось бы увидеть, конечно... У меня здесь вопрос вот есть, Лёш, к тебе больше. Вот, официально известно, что операция сугубо воздушная, да? Вот, мне интересно, как они погибли, при каких обстоятельствах? Известно о том, что был сбит самолет над Турцией, да? Известны фамилии этих погибших бойцов. А эти как погибли? Ну, вертолет еще был сбит. Что могли делать морские пехотинцы? Вот как, то есть, что, есть какая-то наземная все-таки составляющая, или что? Ну, опять же, операция, да, по Шукову ритуально, да, то есть искали. Ну, был сбит Ми-8 еще один, да. То бишь, а там однозначно были там морские пехотинцы. Плюс, не забываем, что это же не просто они там сидят в одном городе или на одном аэродроме. Это же какая-то есть процесс... Просто я чем дальше, тем больше получаю сведения из Сирии, я имею в виду, о том, что есть и наземный компонент. Ну, он обязательным будет, потому что, то есть, этот аэродром нужно охранять. То есть, будут однозначно какие-то там диверсии и так далее. Поэтому все важные объекты... То есть, в том, что вблизи аэропорта диверсии там быть не может. Латакия, вот ее центр, да, это вообще родина Асада. И нападение любое на аэродром, оно, наверное, вызвало какое-то информационное сообщение. То есть, там были столкновения, они происходят по периметру территории, которую контролирует Асад. Ну, то есть, как бы, вот. То есть, вот что там вот такое могло произойти, что привело бы к гибели такого количества военнослужащих? Мне вот очень интересно. Кстати, можно понять, что туда перебрасывается, да, мы вот есть известный, да, морской бюллетень, который создатель Войтенко. И у него очень интересное исследование было. То есть, он вычислил по тому, какие суда терялись вдруг, пройдя проливы, да, вот, что они могли перевозить и какую технику и так далее. И, собственно говоря, уже поэтому, может быть, можно догадаться, чем они занимаются. А если туда перебрасывается бронетехника, что она там делает? То есть, это тоже стоит по периметру аэропорта? И по периметру в том числе. Не, мне очень интересно, а как Россия сейчас собирается что-либо перебрасывать в условиях, когда Турция фактически перекрыла Босфор и Дарданеллы? Очень интересно. Как они вообще будут обслуживать? По сути, да. Я думаю, что для военных кораблей однозначно. А там нет военных кораблей, которые практически нет. Это все с судами доставляется баржами, которые... Но эти баржи могут быть остановлены, не пропущены. Да, они проходят все там, можно там досмотреть. Между прочим, завтра я из Ильичевска отправляюсь паромом в Турцию, специально паромом, для того, чтобы пройти через Босфор. Там мы еще наймем морское такси. То есть, я хочу вот это все изучить, посмотреть диспозицию. Вот действительно ли эти российские суда там где-то отстаиваются от сторон. Ну, это марин-трафик, заходишь и смотришь все, что там стоит. Но немножко скопление есть, но тем не менее не закрыто. Ты же знаешь, что журналистик принцип нужно своими глазами увидеть. Я с вчерашнего дня, потому что пошли информации о том, что действительно закрываются проливы для российских судов. Но ничего подобного пока что не наблюдается. Проходят, да? Проходят, но это можно в режиме онлайн смотреть. Но это, мне кажется, самая интересная тема сейчас, развитие отношений между Турцией и Россией. Вот, кстати, по поводу этого президент сегодня общался с Керри. Ну, все знают, да, кто такой Керри? Ну, скажи, на всякий случай. Ну, секретарь США. Вот. Так вот, ну, он не все, конечно, мог нам говорить, содержимое этого разговора. Но насколько я понял, что, как он сказал, мир стоит на грани очень серьезных геополитических изменений. Вот. И, ну, то есть, какие-то вещи допускаются вплоть до военных каких-то в отношениях между Россией и Турцией. То есть, дипломатические меры, по сути, насколько я понял, исчерпаны. И сейчас внутри НАТО очень серьезная дискуссия, а как реагировать? Вот что делать? Да, после того, как президент Путин сегодня сообщил в послании своим ежегодным к парламенту о том, что одними помидорами Турция за сбитый самолет не отделается. Что это может означать? Я думаю, что прежде всего они сейчас выискивают мишени. Есть у вас предчувствие большой войны? По-моему, это предчувствие витает в воздухе уже второй год, как минимум. И если посмотреть, с чего начиналась Вторая мировая война, да, то это были некие очень похожие события в 1938 году, Чехословакия, Судеты, да, вот, что очень похоже на крымскую ситуацию, да. Потом какие-то другие истории, вот, поэтому вот такое ощущение есть. Но просто есть при этом и какая-то надежда, что все-таки, ну, люди как-то, может, мудрее стали за прошедшие годы. Ну, хотя, когда смотришь на действия тех же политиков, насколько безответственных, да, я имею в виду, вот, то понимаешь, что, наверное, мудрее они стали все-таки. Вот, поэтому какое-то ощущение лично у меня есть, к сожалению. Алексей, а роли места в этих процессах вообще-то украинских вооруженных сил? Ух, вопрос. Страну защитим. Ну что, наши военнослужащие принимали участие в последнее десятилетие практически во всех локальных конфликтах, которые были, да, где присутствовали миротворческие. Я во всех этих местах был, могу сказать, по поводу Афганистана, Либерии, Конго, украинские военнослужащие участвовали уже в поствоенных конфликтах, не в острой фазе. Острая фаза была единственная у нас, наш опыт, это Ирак. Это требовалось миротворческое подкрепление. Но это было в 2003 году. Правильно, это были миротворческие контингенты. Но они присутствовали. Безусловно, это полезный опыт. Но я думаю, что гораздо более полезный это тот опыт, который наши военные получили в АТО. При этом, более того, вот я сейчас учусь и приезжают по обмену опытом и так далее, и так далее. Допустим, вот я по своей как бы специфике, вот там с Прибалта приехали, там по обмену, по психологическому обеспечению и так далее. И мы им спросим, ну расскажите, вот как у вас психологическая допомога и так далее. Говорят, да мы приехали у вас учиться, потому что у нас, говорит, один погибший за все годы независимости, и поэтому мы там военнослужащие вот так вот, там всю семью и так далее, и так далее, там обслуживаем и так далее. Говорят, а вот такого наплыва, такого вот психотравмованных людей, получивших там стресс, это очень много, и поэтому они у нас уже берут опыт. Поэтому и так же, вот и касается и обучения боевой подготовки наших бойцов, вот американцы учили морских пехотинцев, и инструктора были очень удивлены то, что, как бы, мы, говорит, больше у них взяли, говорит, у морпехов, говорит, чем, говорит, им сами преподали. Потому что, говорит, у них не было возможности вести боевые действия, хоть у них часто участвовали, но под ураганами, да, там, под градами и так далее, и так далее. Они ведут всегда боевые действия, вели тогда, когда у них там полное превосходство, как бы, в воздухе и так далее, и так далее, вогнева-порыва. А тут, так что, еще говорю, кстати, очень бы хотелось, у нас впереди праздник, да, 6 декабря, День Збройных Сыл. Очень хочется там, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим этим праздником, всех военнослужащих наших Збройных Сыл, и противник Киев, и всех, кто там какое-то имеет отношение к Збройным Сылам, и ветеранов, и, в частности, и своих вот друзей и товарищей, которые несут службу боевую, ребята с праздником, мы не сдаемся, однозначно, как бы, там, все будет, мы должны победить. Я надеюсь, дата 6 декабря никак не связана с полками Петра Первого. Нет, 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 нет. Да, ну, вы как будто под занавес уже, прощаясь, у нас еще 7 минут программы, на всякий случай, у меня очень интересные вопросы на финал. Вот, возвращаясь к началу нашей программы сегодняшней, которая, в том числе, касалась и энергоблокады Крыма, да, и известно, да, что один из организаторов энергоблокады, Ленур Ислямов, заявил, что вслед за энергетической блокадой будет морская, в том числе и в Керченском проливе. А скажите мне, пожалуйста, Алексей Морпех из Керчи. Вот некоторые эксперты говорят, что это возможно, но только в случае проведения там каких-то диверсионных операций. Ну, не обязательно. Это если имеется в виду, что там в порту что-то там порушить, могут... Ну, это уже СССР, как раз. Да, да. А вообще, в реале, как бы, это могут и активисты, там, допустим, в Крыму произвести какое-то действие, ну, допустим, такие же, как Российская Федерация, когда про зеленые человечки у нас там, да, перекрыли блокаду, остановили свой там программ-катер, как будто он сломался, перекрыли выход, и вот, ну, сломался, да, то есть мы ничего не можем сделать, вот здесь сидим, то есть вот был такой момент, вот, если вспомните, там, вот, перец. То же самое могут и здесь, там, какие-то рыбаки, там, все, но это очень... Уже поступили заявления, да, там, на все, стрелять, да, и так далее. На поражение без предупреждения. И мы понимаем, что есть опыт, да, вспоминаем рыбаков, которые гоняли по Азовскому морю и погибшие, да, то есть, ну, на тот момент это, казалось, был несчастный случай, но как вело себя руководство, да, там, погранслужбы и Российской Федерации в этом отношении, конечно, оставляет желать лучшего, и мы понимаем, что как они могут действовать, действительно, и вот в том, если такое произойдет в Керченском проливе, поэтому очень бы не хотелось или предостеречь ребят, которые вдруг заберутся, чем это может для них закончиться. Блокада хорошо, но... Знаете, я за морскую блокаду, но, честно говоря, вот, положа руку на сердце, я не вижу, как мы могли бы ее обеспечить. Ни Ленур Ислямов, ни Алексей Никифоров, ни Роман Бачкала, ни государство Украина, мы просто физически этого не сможем осуществить, просто у нас нет для этого ресурсов. Одно дело отключить электричество со своей территории, которую мы контролируем, а другое дело, каким-то образом попытаться перекрыть, ну, как бы, получается, тот путь, который и с одной стороны, как бы, Россия, да, контролирует ситуацию, и с другой ситуацией контролирует Россия. Как вот это обеспечить, я не понимаю. Мы же еще не забываем, что у нас есть там Мариуполь, Ибридянск, порты... Абсолютно верно. И проход наших судов через Кешинский управление, а это две-третьих, примерно, бюджета наполняется через экспорт, ну, не этих портов, но, по крайней мере, то, что проходит водных транспортов, поэтому это может аукнуться там тоже. Ну, кстати говоря, вот по поводу энергоблокады, как один из аргументов, почему все-таки электричество то ли частично, то ли как-то может быть восстановлено. Какой аргумент? Почему, да? Что вот, как бы, обратной мерой, я так понимаю, со стороны России, воздействовавшей на вот эти сепаратистские все ЛНР, ДНР, было то, что мы перестали сейчас получать оттуда уголь, что интересно. Есть у нас уголь, уже Яценюк сегодня сказал, слава богу, досчитались. Ну, это я и Сенюк сказал, а Порошенко говорит, нет угля. Ну, зачем еще Яценюк не сообщил, что наконец-то они с Домчишином уголь нашли, позорище. Каждый год одно и то же. В ноябре месяце мы хватаемся за голову, где мы уголь будем покупать. Это означает только одно, низкая эффективность и низкий профессиональный уровень тех управленцев, которые занимаются делами, это первый момент. Второй момент, традиционный, коррупционный. Просто-напросто вместе с энергоблокадой, вместе с этими ЛЭП, упали и схемы, которые там существовали. Вот поэтому у людей сейчас не урожай, не добор. Поэтому, возможно, придумываются всякие разные... Уже нас и пугали атомными какими-то катаклизмами, и суровой ядерной зимой, всем чем угодно. Оказалось, все, что есть, то можно купить в других местах. Хотя тут вопрос такой. То есть, возвращаясь к моему вопросу по этой самой морской блокаде, вы не советуете оба, да, я так понимаю? Я просто не понимаю, как мы можем ее обеспечить, кроме юридических вопросов, которые, опять же, обсуждались у вас в нашем аппарате. Которые касаются хозяйственной деятельности и другой деятельности в наших внутренних водах, которыми остаются... У нас в Азовском море, кроме пограничных катеров, наверное, ничего и нет. А что, не перелетят же они эти корабли из Одессы туда, да? Это такой вопрос. У меня хотя бы вопрос остается. Говорят, что все, что не делается, сейчас она опоздала на год. Ну, теперь уже почти на два, да, и я до сих пор не могу понять, почему не нашлось какого-нибудь пионера-героя в Керчи, который бы подорвал тогда эти самые паромы и вывел их из строя для того, чтобы каждый день через пролив не курсировали... Я вам скажу, почему. ...корные казачков. А железная дорога, одна коллега, которая... Мы туда ходили, да, в том, что... Не нашлось, куда деда мозаик поделить. Дело в том, что тут уже... Это надо было делать сразу, до, когда видно было загроза и так далее. А когда уже информационно у людей уже... Замбирование. Да, и люди уже все, как бы, ничего себе уже... То есть, если уже в собственной части, со мной же, те, которые со мной служили, с которыми я имею очень много... И они мне уже угрожали, рассказывали, что там, не дай бог, тут все, мы тут вырежем твою семью и так далее. То есть, это мои военнослужащие. То есть, уже после... То это о чем... Он говорит, что люди уже были все... Они перенацелились, свидомость их информативная, там, наполнилась уже не тем, чем надо и так далее. Поэтому... Ну, это же процесс гибкий. В другую сторону тоже бывает. Да, как только заканчивается, все становится... К сожалению, должна подвести черту под нашим содержательным разговором. Спасибо огромное. Роман Бачкала. Взаимно. Бывший корреспондент Черноморской телерадиокомпании. А ныне лучший репортер Украины. Поздравляем еще раз, Роман, с получением статуэтки Телетриум в этой очень престижной, очень крутой номинации. Одной из самых крутых, да. Спасибо огромное Алексею Никифорову, майору сбройных сил Украины. И в его лице мы поздравляем всех наших военнослужащих грядущим праздником. Победы нам всем. И мы надеемся, что она будет скорой. И не со слезами на глазах, скажем так, с наименьшими потерями, в том числе и в освобождении, деоккупации Крыма. Темя, которая переходит из нашей программы уже на протяжении почти более чем полутора лет. Спасибо огромное. До встречи в следующем эфире. И мы с Алексеем еще раз приглашаем вас делиться с нашей редакцией историями из жизни украинских военнослужащих. Особенно тех, которые вышли, оставшись верными присяге, вышли из оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Вы смотрели вопрос национальной безопасности. Увидимся ровно через неделю в четверг. Будьте здоровы и информированы. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok